Всем привет, с вами Фламинго и это гайд по стартовому снаряжению в Kingdom Come Deliverance. Поехали! Прежде чем я начну говорить по тематике ролика снаряжения, хотелось бы сделать небольшое отступление, в котором я дам совет по правильному распределению статов в начале игры. Во время первого диалога с матерью Индро вам предложат выбрать прибавку к двум любым статам своего персонажа, и я настоятельно советую взять обе прибавки к красноречию, так как сила, ловкость и выносливость в этой игре качается намного проще, нежели красноречие. Но, если вы уже начали игру и распределили статы так, как вам самому захотелось, не расстраивайтесь, ничего существенного вы не потеряли. Идем дальше. В будущем вам будут нужны следующие статы. Сила на 10 или 13, если хотите пользоваться одним из лучших луков в игре. Кстати, быстрее всего сила качается на ресталище при тренировке с деревянным длинным мечом. Ловкость на 7 по желанию и только для лука прокачать ее можно, используя короткий меч, там же на ресталище с сиром Бернардом. И верховая езда на 4 качается пассивно при езде на лошади. А также определенные умения, такие как Мул 1 и Мул 2 для увеличения переносимого веса, ломовая лошадь для увеличения переносимого веса лошади, но учтите, скорость лошади уменьшится. Или скаковая лошадь, что будет лучшим вариантом, так как далее, после окончания сюжета в деревне Нойхов, вы сможете приобрести лошадь с большим переносимым весом, скоростью и седло с суммой для своего коня, что значительно прибавит к показателю переносимого снаряжения без потери в скорости. Как вы могли заметить, я допустил ошибку и изучил умение ломовая лошадь, которая сильно режет скорость моего четвероногого партнера, но компенсировал это, купив лошадь с высокой скоростью и подкова длиннее. Первым хорошим предметом одежды является мягкий черный койф, который мы можем забрать у бандита возле входа в скалицу. При прохождении пролога убейте бандита и заберите у него заветный койф, но помните, не бейте по голове, иначе состояние койфа будет минимальным или вовсе непригодным к использованию. Также данный койф или его аналоги можно встретить у разбойников и бандитов, устраивающих вам засады при перемещении между городами и деревнями, или в крайнем случае купить у торговца за гроши. Панские зеленые шоссы, которые не дают никакой прибавки к броне, но дают хорошую прибавку к стату обаяния на начальном этапе игры, находятся в комнате пани Стефани в замке Тальнберг. Забрать их можно в любое удобное для вас время, но учтите, вам понадобится отмычка. Добыть данный элемент снаряжения не составит труда и доступен даже с начальным уровнем навыка вскрытия замков. Получить отмычки можно и при прохождении пролога до момента, как вы сбежите из замка, просто продав все, что вы насобирали в скалице с самого начала игры торговцу, сидящему на крыльце возле выхода из замка. В любом случае вам придется купить у него отмычек для взлома ящика со снаряжением стражи в башне ворот, чтобы выбраться из замка. В этот же момент можно проникнуть в комнату Стефани, дверь которой находится прямо у входа на втором этаже покоя, и вскрыть ящик, который стоит в дальнем правом углу с замком уровня легких. Будьте аккуратны, днем по коридору ходит стражник, поэтому закрывайте за собой дверь в комнату. Провести данную кражу можно и ночью, не забудьте снять с себя всю экипировку, которая увеличивает шум и уменьшает вашу незаменность. И не забывайте, что звук неудачного взлома привлекает стражу и всех в округе. После прохождения пролога вы оказываетесь на мельнице дяди Терезы, которая вас спасла и привезла сюда. Первое, что вам необходимо сделать, забрать лопату, стоящую по воске с правой стороны. Она поможет вам в дальнейшем в раскопке тайников и могил, в которых будут находиться нужные вам вещи. После разговора с мельником вы сможете обучиться у него умению вскрытия замков. За данное обучение он даст вам 15 отмычек, которые в будущем вам понадобятся. Это второе обязательное условие перед тем, как идти за основной экипировкой. Отмычки и лопату можно будет забрать в любое время, но вы же хотите сэкономить его? Во время прохождения основной сюжетной линии на ресталище с серым Бернардом, к вам подойдет напыщенный индюк Ян Тачек, который изъявит желание надрать вам зад, что является традицией в его кругу. Закончив на ресталище, вы пройдете на стрельбище вместе с Бернардом, где сможете уделать этого зазнавшегося молокососа сначала в стрельбе из лука, а после в бою на мечах. Спор завяжется ради оружия дальнего боя, охотничьего лука Пана Яна. Сразу оговорюсь, необходимая ловкость для использования этого лука должна равняться 5 единицам. Знайте, вам нужно выиграть оба состязания, чтобы гарантировать себе получение этого лука. Применяйте все техники, которым научил вас Бернард пару минут назад, не торопитесь, и тогда вы без труда его победите. Закончив основную сюжетную линию вратая, вы можете отправиться дальше в Нойхов, или заняться выкапыванием пожитков, начав делать из своего персонажа непробиваемого терминатора. Что делать, выбирать только вам, но я советую пройти основной сюжетный квест в Ужице, прокачать необходимые навыки, силу, ловкость, верховую езду до нужных параметров, а после этого заниматься сбором экипировки. Далее речь пойдет о шлеме Warhorse, который спрятан в сундуке на северо-западе от города Ратая. Перебравшись на другую сторону реки по мосту, едем на запад по дороге, пока не увидим лагерь лесорубов. Проехав дальше, вы увидите примирительный крест, и в нескольких метрах от него по левую руку находятся нужные нам руины, забраться в которые не составит вам труда. Попав вам внутрь руин, по разрушенной стене со стороны реки, вскрывайте сундук с легким замком и получайте один из лучших шлемов в игре. Примечание. Если вы делали предзаказ игры, то данный шлем уже должен быть у вас со старта, но полезности данный сундук все равно не теряет, так как второй шлем можно продать торговцу и получить за него немало грошей. На севере от скалица расположены два тайника. По дороге вы встретите два деревянных улья, сворачиваете налево и двигаетесь параллельно левой гряде кустов. Проехав до конца и уперевшись в лесную опушку, вы увидите могилу, в которой находится нужный нам меч Лонгена. Один из лучших мечей в игре, который требует 10 очков силы. После вам необходимо вернуться на дорогу и продолжить свой путь в чащу леса на север, до момента, пока главный герой не скажет что-то вроде «я не могу просто так уйти». Далее вам нужно остановиться, развернуться налево по 90 градусов и ехать вверх на холм, пока не увидите вырезанный из дерева столб, под которым будет пещера с нужной нам четверочастной воинской курткой. На западе от скалицы находится еще один тайник, в котором спрятано много чего интересного. Вам необходимо добраться до ручья, который впадает в озеро, как показано на карте, после двигаться вверх по ручью, пока не увидите крутой холм по правую руку. Забравшись на него, вы наткнетесь прямо на могилу, в которой находится не менее плохой меч бритвы, с отличным рубящим уроном, итальянский бацинет, который может послужить альтернативой шлему Warhorse или пойти на продажу, окрашенная миланская бригантина и темные сапоги дворянина, которые послужат нам до момента, пока не найдем латные поножи. Длинный лук из ясеня находится на перекрестке, южнее деревни Ровно и западнее Мархаеды. Там же стоит заброшенный дом и деревянный мост через реку. Лук спрятан в могиле за домом среди кустарника. Не забывайте, что для использования лука нужно иметь 13 силы и 7 ловкости, иначе эффективность его использования будет сильно занижена. Одни из лучших поножей на старте находятся западнее монастыря, вдоль реки. Если двигаться с юга на север, по дороге, вы увидите два молодых дерева, которые будут являться ориентированным. Вам нужно развернуться налево и направиться в лес, как показано на видео. В гуще леса среди кустов расположена могила, в которой и лежат миланские латные поножи. Вот мы и добрались до самого лучшего меча Святого Георгия, который находится в тайнике среди леса северо-западной деревни Ледничка. Не зря я поставил его почти в конец всего ролика о снаряжении. Проблема его получения заключается в том, что он лежит в сундуке с замком уровня Сложно. И чтобы его достать, вам необходимо прокачать умение вскрытия замков минимум до 4 уровня, который позволит взламывать сложные замки, а также иметь силу в 12 единиц для возможности уверенно держать меч в руках. Данный меч является лучшим в игре, так как показатели режущего и колющего урона у него равны 72 единицам, в отличие от его предшественников, меча Лонгена, Бритвы или меча Ирода. И нет, я не забыл про бижутерию. Вы могли заметить, что на протяжении поиска всего снаряжения вам попадались кольца и ожерелье. Все их можно продать, оставив по одной штуке, которую вы наденете на себя. Или отложить про запас, чтобы отдавать их дамам для большего расположения их к себе. Например, пару колец ожерелья я отдал Терезе. Здесь уж сами решайте, что важнее, деньги или лояльность девушек. Наряду с правомерными способами заработка и улучшения своей экипировки есть и неправомерные, а конкретнее воровство. Но сразу обговорим нюансы, о которых многие гайдоделы почему-то не упоминают. Первое. У всех торговцев имеется временное окно, когда сам торговец и стража покидают лавку, а товары с прилавков еще не исчезли. Данное окно не работает, если вы нажали кнопку Т и выбрали ожидание вплоть до закрытия лавки. Второе. До момента, пока это временное окно начнет действовать, и стража с торговцем покинут лавку, вам необходимо открыть двери, через которые вы планируете после выйти. Если двери оставить закрытыми, то после выхода из лавки торговец или стражник закроет дверь, и товар сразу же исчезнет. Третье. Не забудьте подготовить лошадь, сделать на ней минимум 240 кг переносимого веса и изучить навыки Мул-1 и Мул-2, чтобы не испытывать перегруза и украсть как можно больше вещей, а также вовремя удрать. Четвертое. Чтобы привлекать меньше внимания и не издавать шума, можете раздеться. Эта опция не обязательно в случае с оружейником, так как стража, отдыхающая внутри лавки, на чердаке не услышать грохот ваших доспехов. В случае с броником же наоборот. Пятое. Не забывайте зажигать факел, как только вы ходите из магазина. Очень часто меня подводило то, что я забывал зажечь факел, выбегал совсем хабаром из магазина, и меня арестовывали не за кражу, а просто за нахождение в городе без факела. Начнем с оружейника. Временное окно у данного торговца с 21 до 21.30. Советую дождаться 20-30 и стоять у открытой передней двери, и ожидать ухода торговца. Далее направляйтесь к боковой двери лавки со стороны двора, прокрадывайтесь в угол кухни, в котелку, как показано на видео, и ожидайте, пока стражник не поднимется по лестнице справа от вас. Не пугайтесь, если он будет задавать глупые вопросы, по типу, кто здесь, или, эй, а ты что-то здесь делаешь. Сидите и не двигайтесь, вас тут нет. Далее направляемся, приседя в комнату с оружием, закрываем сначала входную дверь, а после и дверь на кухню, так как есть большой риск быть замеченным стражей, патрулирующей улицы города. После чего принимаемся за дело. Что брать? Начните с меча Ирода. Это один из лучших мечей с хорошим режущим, но плохим колющим уроном, который находится на стойке слева у входа в лавку. После берите что душе угодно, но делайте это максимально быстро, так как товары вот-вот пропадут. Для меня целью было взять около пяти наборов кузнеца, чтобы не тратить денег в будущем на починку своего или приобретенного оружия, которое я захочу продать, а дальше топоры, мечи, висящие на стене и лежащие на прилавке. Будьте аккуратны, стража может увидеть вас в окно или услышать, поэтому ни в коем случае не вставайте в полный рост. В окончании открываем входную дверь и аккуратно покидаем бедную лавку оружейника. Перебрасываем все награбленное в лошадь и идем к броннику. Временное окно у данного торговца с 23.00 до 24.00 часов. Советую дождаться 22.40 и стоять у открытой входной двери, ожидать его ухода. Далее убирайте факел, приседайте и прокрадывайтесь в лавку, закрыв за собой дверь. А после и дверь в соседнюю комнату, так как там отдыхает стража лавки. И вот дело за мало. Начинаем собирать все, что видите, но обратите внимание на кутногорские латные перчатки. Они будут основным предметом, необходимым вашему персонажу, так как помимо брони дают хорошую прибавку к обаянию. Или ахинские латные перчатки, если вам важнее броня. В отличие от оружейника, стража лавки бронника слышит любой шорох, и бегать по комнате в припрыжку, напевая о вашем подвиге, не получится. После перчаток переключаемся на что угодно. Я взял малые наборы бронника, для той же цели, как и в случае с оружейником. Щиты, панцирь и прочее. У этого торговца нет обычных наборов бронника, только малых. Поэтому не ищите первые, как это делал я, и не тратьте время попусту. После того, как остатки товаров пропали, открываем дверь и покидаем магазин. Переносим все награбленное в лошадь. Но радоваться пока рановато. Итак, есть два основных способа снять клеймо краденной вещи. Начнем с минимально затратного. На него вы потратите только 11 дней игрового времени максимум, и немного грошей на провизию. Этого можно избежать, бегая от котла к котлу и трапезничая возле них. Если вы хотите продать украденные вещи чуть дороже, чем мельнику, стоит использовать самый простой для этого способ – переложить все в лошадь. Поверьте, пока вы бегаете и делаете сюжет, или занимаетесь раскопками основного снаряжения, о котором говорилось ранее, пройдет какое-то время, и вам не придется стоять, крутить ожидания, тратить деньги на еду и время на сон впустую. Отсюда и совет. Займитесь воровством сразу же после прохождения сюжета до ужаса. И вернитесь в Ротая. Проверните дело с магазинами оружейника и бронника, скиньте все в лошадь и продолжайте играть. Главное не забудьте, что иногда стража захочет обыскать вас, и даже если лошадь далеко, они увидят краденное снаряжение и отберут его. Вот так это и работает. Спустя 6 дней предметы с минимальной ценой потеряют статус краденого, и вы сможете впарить их тому же броннику или оружейнику за сумму немного большую, чем мельнику. Через еще 3 дня, 9 дней в сумме, статус краденого пропадет у более дорогих вещей. И окончательно, еще через 2 дня, суммарно 11 дней, заветный меч Ирода и Кутногорские латные перчатки будут полностью в вашем распоряжении. Второй способ заключается в замкнутом цикле продажи-покупки краденых вещей у самого мельника, и он требует больше подготовки вашего персонажа. Для этого вам понадобятся 2-3 отмычки, пара предметов алкогольного характера, от 5000 грошей в кармане, можно и больше, это только увеличит скорость сбыта и возврата вещей, шестой уровень вскрытия замков и умение пьяной удачи. Как только вы выполняете требования, описанные ранее, вам необходимо направиться к мельнику, например, пешеку, так как он находится ближе всего, ночью, выпив алкоголь до момента активации перка, вскрываете замок на двери его хранилища, пробираетесь вовнутрь и вскрываете сундук, где хранятся все краденые вещи, которые вы когда-то ему продавали и будете продавать. Можете забрать вещи, которые находятся в нем, или оставить. Далее дожидаетесь утра, подходите к мельнику и продаете ему любую краденую вещь с меткой. Продать можно все сразу или частями, чтобы меньше бегать. После продажи покупаете эту вещь обратно, и статус краденного снимается автоматически, а ваши деньги лежат в том самом сундуке в хранилище мельника. После опустошения ваших карманов от грошей, вы направляетесь в хранилище и забираете оттуда свои деньги. Только не на глазах у мельника, сами понимаете почему. А Тереза, сидящая на скамье, в этом случае реагировать не будет. Проворачивайте такие манипуляции до момента, пока все ваши вещи не очистятся от метки краденого. Чем больше денег у вас в запасе, тем быстрее можно провернуть данную манипуляцию, и вы ничего не потеряете. На этом все. Такими незамысловатыми действиями вы можете получить лучшую экипировку для старта в игре, потратив от силы полтора-два часа своего времени. Если у вас что-то не получается, не расстраивайтесь, попробуйте снова, возможно по-своему, ведь мои наставления должны лишь упростить вам игру и помочь. Помните, самое важное из всего сказанного, вовремя сохраняйте свой прогресс, ведь бандитам за углом или стражникам плевать, кто вы и что у вас в инвентаре. Если вам понравился ролик, поддержите его лайком и подпиской на канал. Если я что-то упустил, напишите это в комментариях. Важную информацию я обязательно лайкну и добавлю в описание ролика. Всем спасибо, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok